Как сделать так, чтобы бизнес был описан, чтобы он масштабировался, чтобы он не зависел от людей? Чтобы любые 2-3 человека в вашей компании могли заболеть, уйти, еще чего-то, и с бизнесом ничего не случилось. Попробуйте догадаться, что единственное нельзя отдавать на аутсорсинг. Идеальная компания какая? Деньги нельзя отдавать на аутсорсинг. Деньги нельзя отдавать на аутсорсинг. Хотя кто-то несет их в банк. Что такое идеальная компания в вашем понимании? Вот кому хотелось бы построить свою компанию идеальной? По какому параметру вы поймете, что компания идеальна? Отношения с клиентами. Отношения с клиентами? Да, ты уезжаешь туда-то в отпуск, а потом приезжаешь и понимаешь, что и без тебя тоже все хорошо работало. Да, да. Все работают с клиентами. Да, да. Вот, это когда ты от компании уходишь, и она сама генерирует результат. Правильно? То есть идеальная компания та, в которой ничего нет. То есть по максимуму на аутсорсинг все отдали, ничего нет. И все работает как бы само. Ты в системе не участвуешь, она приносит результат. Но есть одна вещь, которую на аутсорсинг отдавать нельзя. Некоторое время назад, назовем это так, я работал с одной типографией. Причем какая была ситуация? Вот сидели менеджеры, традиционно по продажам делали холодные звонки. Ситуация с полиграфией выглядит каким образом? Тем более они делали не упаковку, они делали всякие буклеты, сувенирную полиграфию. Вроде бы она нужна всем, а с другой стороны кинешься никому. То есть она ситуативно нужна. Ну, вроде бы они выделяли какие-то сегменты, по которым можно прозвонить, и которым вроде бы как она нужна, и начинали обзванивать. Ну, естественно, как в книгах написано, что они пробовали сделать. Цель холодного звонка какая? На ваш встречу. А значит встречу. Они были в рамках города, они считали, что по телефону уже тебе никто просчет в первом звонке. Здрасте, типография такая-то, если у вас что-то. И тут человек сидел, ждал и думал, где же мне заказать каталог. И тут раздается звонок, здравствуйте, мы типография. И он такой, ой, как мне повезло, а я-то не знал, где мне напечатать. Ну, такого обычно смысла. Если человеку нужно что-то печатать, он либо где-то печатает, либо если ему не нужно печатать, он нигде не печатает. Поэтому вот они когда прозванивали, естественно, они натыкались, ничего нет. У нас уже, в принципе, есть поставщик, есть типография, говорите, не мешайте нам работать и жить. У нас без вас делал не в провороте. Но при этом кто-то, естественно, соглашался на встречи. Когда я стал анализировать, тоже соглашался на встречи, оказалось, что это небольшие организации, в которых вот, ну, там, так утрировано, директор уже не может месяц поехать сделать визитки, ему приходят люди на бизнес-встречи, дают визитку, а ему, знаете, вот как-то неудобно, он говорит, ой, а я вот там, вот, а я. Интер начинает пританцовывать. Всегда. И вот в этот момент менеджер прозванивали, говорит, давайте мы его напечатаем. Тот вспоминает, что, блин, ну, нужно же визитки печатать. Давай, приезжайте. Хотя это не Москва, это один из региональных городов, к ним приезжает, к ним приезжает менеджер, берет заказ на визитки, отвозит. Ну, как вы думаете, сколько стоят визитки и, как говорим, табильность, типография на визитки? Стоит ли к этим клиентам выезжать? На билет больше потратишь, чем заработаешь. Да, вопрос такой, а как бы, а чтобы вы порекомендовали этому директору, для того, чтобы повысить эффективность забегов его менеджера? А вот те, кто не поднял руки, скажите, у вас продукты стоят в среднюю цена чека до 30 тысяч рублей или выше. А почему тогда вам неинтересно? Не работает. Не работает? Не, пока работает то, что здесь все. Пока работает? Да. Смотрите, тогда для вас, персонально для тех, кто руки не поднял, объясняю, зачем это нужно. Простой, тупой пример. Когда мы рекламировали продукт в блок, то эффективность этого действия была такая. 50 тысяч рублей вкладываем, 70 обратно получаем. Когда мы выстроили инфомаркетинговую модель, информационную модель с обучающими материалами, при том же самом цикле продаж в 3 месяца, эффективность изменилась. Вкладываем 50, получаем на выходе стоят сходы 50. На это те же вложенные деньги, результат совершенно другой. Поэтому вот то, что работает хорошо, но если вы рядом построите то, что будет работать еще круче, это еще один пример. Смотрите, давайте к практике. У кого есть сайты? Отлично. Скажите, пожалуйста, у кого сайты собирают заявки? У всех ли? Есть. Отлично. А у кого есть счетчики? Не счетчики, а именно системы. Я вот называю счетчиками то, что называется по-другому. Помнишь, ты меня всегда поправлял? Вот эти вот Google Analytics. Статистика системы статистики. У кого есть система статистики? Ага, круто. А вы знаете, какой процент новых пустителей вам оставляет заявку? Те, которые системы статистики. Димите руки, кто знает. Ага, супер. Какой? Один. Один. Еще? Около двух. Два еще? Один. Смотрите. Значит, у вас неправильно выстроена информационная модель. Статистика... Это говорит о другом. Информационная модель не выстроена. И сайт просто продает тем, кто готов купить. То есть, в принципе, процент конверсии 1 до 3, это такой вот... Обычный. Средний по больнице, но если мы говорим про интернет-магазины, в принципе, это обычная конверсия. Если мы гоним целевой какой-то трафик, допустим, продаем светодиодные светильники по контекстной рекламе, кого-то на свой сайт загнали, кто набрал светодиодные светильники в Москве. То есть, с вероятностью 1-3%, он заполнит какую-то заявку и захочет там сделать какой-то шаг. Попробуйте догадаться, какой максимальный процент. Больше 100 не будет. Ну, судя по статистике, вы знаете, что процентов 30-40 трафика паразитного. То есть, это просто ты пришел и меньше от 10 секунд зашел. Процент отказа зашел. Процент отказа, совершенно верно. Какой процент максимальный? Мне нужно, Андрей, пометить отчет, на что максимально. Ну, вот смотрите, мы сейчас говорим о том, чтобы вспоминать первую функцию продажи маркетинга, и нам важно вытащить контакты, чтобы дальше работать. Либо задолбать звуками, либо имейлами. Соответственно, как вы думаете, какой максимальный процент из всевозможных вариантов вытаскивания контактов? Ну, вообще, у Игоря Маска семинар, по-моему, 39, это буржуйский пример. В Брунете есть ребята, которые делают 53. 53, ну, это, безусловно, 53, такой качественный показатель достигается за счет очень качественно обходящего трафика. Да. Но, тем не менее, 53 достигаем. В среднем, могу сказать следующее, что я считаю, что в любом бизнесе можно добиться показательных 10%. И наиболее успешные ваши конкуренты собирают не меньше 10% контактов от новых посетителей сайта. Если ваш сайт собирает меньше, чем 10, вам нужно что-то менять. Нужно как-то перестраивать. Технология отбора складывается из двух вещей. Первое, это как сделать так, чтобы пришло в одном месте много народу сразу. И это бешено дорогая операция. То есть, это нужно потратить минимум 5 человек дней для того, чтобы это случилось. Технология отбора чего? Менеджеров по продажам. То есть, мы сейчас переходим к вопросу, как нанимать менеджеров по продажам. Допустим, вы уже построили более-менее эффективную модель, да? Вопрос, как его отобрать? Для начала задайте вопрос, о кого вы хотите отобрать. А про обезьянов не сейчас будем говорить? Да, про обезьянов. Именно сейчас. Вот как вы думаете, многие хотят найти универсального продавца, крутого и так далее, который и Швеция, и Жнец, и Натуре, и Грец, и лучший в мире продавец. У кого такая обезьянов есть? Я тоже искал, да? А теперь смотрите. Вот как я уже сказал, как вы думаете, вот эти вот крутые продавцы такие вот, по-настоящему недовидящие клиентов, приходят так и закрывают жестко на сделку, и там возвращается к встрече, смотрит, видит табличку еще одной похожей компании, открывает дверь с ноги, ходит, говорит, я Вася, продаю классные канадские штуки. А вот как вы думаете, вот этот человек, он может с утра до вечера, как холодные звонки? Здравствуйте, я Вася, по-настоящему, и в несколько минут, скорее всего, да? Ну, хорошо, давайте вот, чтобы еще усугубить ситуацию. Вот, допустим, вы такого взяли, застретчика, и вы ему даете, допустим, вы взяли другого человека, который будет делать холодные звонки. К слову сказать, люди, вот эти обезьянки, по которым вы говорите, они стоят существенно дешевле, чем герои, которые умеют сделки закрывать. Согласитесь? Допустим, он закрыл сделку. Что произойдет, когда перед ним будет задача развития клиента, сделать так, чтобы клиент вас не остался с вами дома? Он опять заскучает. Что? Он опять заскучает. Кто, клиент? Нет. Клиенту вскучно не будет, поверьте. Нет, этот заскучает. Клиент, ваш продавец будет звонить и говорить, слушай, я не понял, когда будем покупать? Рутина уже начинает. Это в лучшем случае рутина. Начнется, он у вас заскучает и скуксится. Действительно, вот здесь быстрее всего люди выгорают. Средняя статистика по Москве, менеджер по продажам находится в одной компании 12 до 18 месяцев на этой позиции. Скажите, Андрей, можно одного человека на несколько этапов? Можно. Только вот я сейчас объясняю, к чему это приводит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!